Ночь метельная, я ту стёжку замела. Реутовчанки включили и в галоконцерт конкурса. Такого подарка на Рождество Анастасия не ожидала. Я, конечно, была очень счастлива, потому что я не ожидала, так как это академическое пение. Для меня это был очень серьёзный конкурс. И я была очень рада. Кстати, триумфа на фестивале Анастасия добилась даже не покидая Реутова. Московский фестиваль искусств «Рождественская звезда» проходил в дистанционном формате с 14 декабря по 7 января. На конкурс принимали видеовыступления воспитанников музыкальных школ, школ и искусств, творцов культуры, а также самодеятельных коллективов. Быстренько всё успели сделать с этими карантинами. И всё получилось. В общем, мы стараемся везде, где только нам присылают и приглашают где-то поучаствовать, мы стараемся везде, везде, везде успеть. Воспитанники Реутовской музыкальной школы номер 2 на фестивале «Рождественская звезда» собрали целый урожай наград. Всего их около 20. Так Мария Гуреева, вопреки диагнозу, у девушки нарушения слуха в рождественском конкурсе стала лауреатом второй степени сразу в двух номинациях. Всего в 2020-м Мария завоевала порядка 40 дипломов. Даже несмотря на пандемию, я старалась где-то делать запись, отправлять на разные конкурсы, занимать там места. У меня было вдохновение, и я счастлива, потому что я занимаюсь любимым делом. Мне это очень нравится. Теперь богатыря показываем, поярче уже. Молодец, хорошо. Не торопи, не торопи. Молодец, снеговичок. Восьмилетняя гитаристка Ксения Рязанцева во время исполнения баллады Галины Каориной включает фантазию на все сто. Она представляет богатыря, грозного дракона и Василису, которую освобождает герой. Сама девочка тоже молодец. На фестивале «Рождественская звезда» Ксюша стала лауреатом. В моем классе 10 лауреатов и один дипломант. Это хороший результат, я считаю, просто чтобы ребенок увидел, что его ценит, он получает где-то какие-то места, не зря старается. И вообще то, что мы учим на уроках, оказывается, дети еще где-то могут играть вне стен школы музыкальной. Год 2020 принес немало испытаний для педагогов и учеников музыкальной школы. В период пандемии даже репетиции оркестров и хоров проходили в онлайн-формате. Дистанционными стали и конкурсы музыкантов. Это не просто в плане того, что это надо записать, это надо снять одним файлом. Это та же самая работа, педагогическая, ученическая, работа и внимание родителей. Итог нашего 2020 года, конечно, совершенно замечательный. Это 170 дипломов, именно лауреатских дипломов. Это лауреаты 1, 2, 3 степени. Мы даже не считали благодарственные письма педагогам и диплом участников. Уже в феврале воспитанники музыкальной школы номер 2 планируют участвовать в международном конкурсе музыкантов-исполнителей «Примавера». Файля Шарыпова, Сергей Сомов, ТВ Реутов.